Федеральный проект «Красный маршрут», основная целевая аудитория которого китайские туристы, представляет собой многодневный гранд-тур с посещением Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Ульяновска. В рамках данного проекта, специально для туристов, которым интересна родина Ленина, туроператоры разработали новый туристический продукт «Ульяновск. Красный маршрут». Его организаторы считают, что он будет интересен не только иностранным туристам, но и нашим соотечественникам. «Ульяновск. Красный маршрут» – это первый совместный турпродукт Музея-Заповедника «Родина Ленина» и Музея Ленинского мемориала. Его девиз – «Три эпохи за три часа». Мы познакомимся с дореволюционным Симбирском, будем наблюдать, как идет процесс становления советской власти и, наконец, попадем в Советский Союз. Экскурсионная программа начинается в мемориальном квартале Музея-Заповедника «Родина Владимира Ильича Ленина». Конечно, центральная историческая фигура, за судьбой которого мы наблюдаем во время маршрута – Владимир Ильич Ульянов, Ленин, великий наш земляк, чье имя носит Ульяновск и область. В мемориальном квартале стоит легендарный дом-музей Владимира Ильича Ленина. Первый музей Ленина в нашей стране и первый собственный дом семьи Ульяновых. Он был коплен на имя Марии Александровны Ульяновой 4 августа 1878 года. Здесь прошлись детские и юношеские годы Володи. Этот дом является отправной точкой ульяновского красного маршрута. В этом доме семья Ульяновых пожила 9 лет с 1878 года по 1887. Прошлись гимнастические годы детей. Это было приятное, семейное, спокойное такое время, когда на самом деле было здесь очень хорошо жить. Музей отказался здесь еще при жизни Ленина в 23-м году XX века. Музей был спрещен делу революции и делу партии, не саму Ленину и не его семье. Мемориальный музей отказался через 6 лет после 1-го в 1929-м. И в здании его участвовали сестры Владимира Ильича, Анна и Мария и младший брат Дмитрий. Наше знакомство с домом началось с его парадной комнаты, гостиной. Именно здесь вечерами собирались ульяновы. Наверное, самой дорогой вещью в доме был рояль. Мария Александровна в шутку его называла 10-м членом семьи. Однако рояль, который сейчас находится в доме музея, не принадлежал ульяновым. Но он похож на тот инструмент, который был в семье. В семье ульяновых все очень любили слушать музыку, в том числе и Владимир Ильич. Будучи государственным и партийным деятелем, в короткие часы отдыха он очень часто посещал концерты. Музей насчитывает более 100 подлинных вещей и предметов семьи ульяновых. К примеру, ноты, которые стоят на рояле, подлинные. По ним занимался маленький Володя и его сестра Ольга, единственная окончившая музыкальную школу. В музее хранится единственная подлинная фотография всей семьи ульяновых. Так они выглядели через полгода после приезда в дом на Московской. В то время Илья Николаевич, глава семейства, работал директором народных училищ и был главным просветителем Симбирского края. Через пять лет после переезда в этот дом Илья Николаевич был удостоен чина действительного статского советника, который приравнивался к генерал-майору. Таким образом, он и его дети были причислены к потомственному дворянству. Это же право давал орден святого Владимира Третьей степени, полученный Ильей Николаевичем в 1882 году. Однако, несмотря на высокий чин главы семейства, обстановка дома свидетельствует о том, что ульяновы жили очень скромно. В 1887 году ульяновы покидают Симбирск. Дом Марии Александровны ульянова продает. И в этот город на Волге ульяновы в полном составе уже не вернутся. Следующий на нашем пути – музей «Мелочная лавка». Дом, в котором располагается музей, был построен в 1851 году мещанином Матвеем Николаевичем Донским. На протяжении чуть более 30 лет на первом этаже этого дома находился небольшой магазинчик, который назывался «Мелочная лавка». С 1878 года с ним по соседству жила семья ульяновых. Сюда частенько заглядывала Мария Александровна Ульянова. Только на улице Московской было 9 подобных магазинов, но торговать в них могли одними и теми же товарами, согласно закону торговый устав. Владелец лавки был обязан следовать списку, в котором было 140 наименований разных товаров. Почти все они в музее есть, кроме бочки с соленой селедкой или сквашенной капустой. Что могли приобрести симбиряне в такой лавке? Например, конфеты, которые здесь продавались в большом ассортименте. На первой полочке у окна стоят упаковки со сладостями. Почти все они сделаны в России, на фабриках Москвы и Петербурга, и даже в Симбирском. Самые продаваемые товары продавцы старались поставить под руку, то есть поближе к себе. Один из таких товаров – сахар, а точнее сахарная голова. Так называется этот сладкий монолит. Это самый дешевый сорт сахара. Он не самый белый, но тем не менее очень сладкий. Рецепт был таков, что в результате сахарная голова получалась очень твердой и очень жесткой. Поэтому, чтобы отделить от нее нужный по весу кусок, ее буквально рубили специальным приспособлением, похожим на топор. Отрубленный кусочек взвешивали на весах и брали за фунт сахара 18 копеек. Сахар не был дешевым и доступным товаром. Столько же в 19 веке стоил целый баран. Для многих сахар был лакомством, которое появлялось на столе только по праздникам. Даже состоятельные люди пили чай с сахаром в прикуску. Рядом на полочке можно увидеть флаконы духов, к сожалению, они без содержимого. Но нам предложили вдохнуть аромат старинных духов. Сейчас я держу духи «Красная Москва» – самый желанный парфюм женщин Советского Союза. Эти духи дают понюхать всем посетителям музея. Когда-то они продавались в магазинах Симбирска, но под другим названием «Любимый букет империатрицы». Лавочка просуществовала приблизительно до начала 1890-х годов. В 1982 году здание было реконструировано, а в 2002 году здесь открыли музей. Покинув мелочную лавку, мы попали в музей-усадьбу городского быта Симбирска конца XIX – начала XX века. Он размещается в одном из флигелей бывшей усадьбы священника Симбирского Троицкого собора Ивана Андреевича Анакосогорова и воспроизводит типичный жилой дом горожанина среднего достатка конца XIX – начала XX века. Семья Ульяновых снимала его с 1876 по 1877 год. Здесь нас снова гостеприимно встретили. На самой усадьбе можно увидеть целый ансамбль деревянных построек XVIII и XIX веков. Здесь воссоздали баню по-белому, когда дым уходит в трубу. Внутри все как в настоящей бане – печка, веник, деревянные ушатые ковши, бочка для воды. Но раньше это считалось очень дорогим удовольствием. В основном симбиряне ходили в общественные или дворянские бани. И, как правило, для безопасности и удобства бани находились не на личных усадьбах, а рядом с рекой. За баней – каретный сарай. Или, если говорить современным языком, гараж. Внутри находится один из самых интересных экспонатов музея – лакированный двухместный фаэтон с откидным верхом. В нем есть место для кучера, личного водителя. Зимний вариант транспорта – сани. Часто на усадьбе находилась и конюшня. Так как в домах не было собственной кухни, готовили в летних кухнях. Вот примерно в такой. Обстановка в ней больше похожа на русский дом. Есть печка, кухонная утварь, ухваты, хлебные лопаток, черга и много чугунной посуды, в которой кухарка готовила. Есть и прялка. В доме мы сначала попадаем в кабинет отца семейства. Дальше идет детская с фарфоровыми куклами, женская комната с многочисленными рукодельными вещами, столовая с самоваром и фарфоровые посуды. И сейчас мы с вами оказались в гостиной комнате, где по моде начала 20 века царит полумрак. На стенах темно-синие обои, на окнах шторы чуть ли не в полокна, интересно расставлена мебель. Она не теснется вдоль стен, как у нас в современных квартирах и домах, а расставлена особыми зонами, группами. И здесь, конечно, каждый из домочадцев, из гостей семьи мог найти для себя уголок по душе. Очень много было столов и ненужных столиков. Так про подобную гостиную сказал когда-то Федор Михайлович Достоевский, известный русский писатель. В музее действительно очень много столиков, но все они очень даже нужны. За одним столом играли в шахматы. Это самая популярная игра 20 века. Сам шахматный столик удивительно хитро устроен. У него есть ящики, отдельно для белых и черных фигур, и складная столешница. Когда в гостиной устраивались танцы, столик уносили в другую комнату. Иногда гости могли сесть за лумберный столик и сыграть партию в карты. Музейный карточный стол очень симпатичный. На нем чего только нет. Там и колода карт, мелок для записи, помещенный в серебряный держатель, в пепельнице в виде раскрытой ладони, щеточка для сметания записей, украшенная бисерной вышивкой. Вышивкой украшен и пресс для разглаживания карточной колоды. Рядом колокольчик, чтобы подозвать прислугу. А когда игры надоедали, здесь устраивались танцы. Танцевали под звуки рояля. Кстати, рояль в музее старинный. Заграничная штучка. Прибыл в Россию из Австрии. Фирмы Ибах 1900 года. И надо отметить, до сих пор прекрасно звучит. Позже стали танцевать и под звуки записи. Граммофон на бамбуковой этажерке, привезенной из Китая, стоил очень дорого. Столько же, сколько лошадь на базаре. 36 рублей. И пластинки к нему также были недешевые. На стенах музея много старинных фотографий симбирских семей. В том числе и самой семьи Анакасагоровых. На прощание мы заглянули в старинное зеркало, украшенное ореховым кокошником. Считается, что такие зеркала волшебные. Если посмотреть в него и загадать желание, то оно обязательно исполнится. Следующий объект нашего экскурсионного путешествия – музей Симбирской классической гимназии. Знакомство с музеем начинается с шинельной, где находятся старинные вешалки. На одной из них висит аналог школьной шинели XIX века. Классы располагаются на втором этаже, куда ведет уникальная старинная чугунная лестница. Она была отлита в Симбирске на чугунно-литейном заводе купца Андреева. В музее воссоздан интерьер классной комнаты, в которой мог учиться семиклассник Владимир Ульянов. Он поступил в первый класс в гимназии в 1879 году. Ему было 9 лет и 4 месяца. Володя был самым младшим в классе, потому что по уставу мальчики принимались в гимназию не моложе 10 лет. Самый популярный вопрос в нашем музее – покажите парту, за которой сидел Володя Ульянов. Раньше считалось, что его место – последняя парта первого ряда. И здесь когда-то стояла табличка, где на черном фоне золотыми буквами была выбита надпись. Здесь сидел Владимир Ульянов, ученик 7 класса. И в день рождения вождя на этой парте всегда лежали живые цветы. Это мнение было основано на воспоминаниях его соученика Михаила Кузнецова. Но когда в здании открыли Государственный музей, и его научные сотрудники стали вести исследовательскую работу, то сразу стало ясно и понятно, что никогда за этой партой Володя Ульянов сидеть не мог. Скорее всего, он сидел где-то на одной из первых парт, потому что во время учебы Володя Ульянова стояли в классе парты системы Эрисмана, а они подбирались строго по росту ученика. А поскольку Володя Ульянов никогда высоким ростом не отличался, то, скорее всего, он сидел где-то на одной из первых парт. Вот сказать где уже точно невозможно. А за последними партами в ту пору сидели малоуспешные ученики, потому что они оставались на второй год. Володя Ульянов никогда на второй год не оставался. Он был одним из лучших учеников этой гимназии. В физическом кабинете можно увидеть единственные сохранившиеся в России солнечные часы 1840-х годов торгового дома Боргарда. Также есть немецкий генератор статического электричества. Для наглядности в процессе обучения использовался волшебный фонарь, работавший по принципу современного диапроектора. Но в качестве источника света служили свечи. Впечатляет своими размерами актовый зал с портретами царей и хрустальной старинной люстрой с колокольчиками. Здесь проходили экзамены и балы. Поскольку гимназия была для мальчиков, на балы приглашали девушек из Мариинской гимназии. Особое внимание на красном маршруте уделяют памятнику Карла Маркса. Известно, что Ленин был убежденным марксистом. Он изучал труды немецкого философа Карла Маркса, конспектировал их. И в 1920 году в Симбирске еще при жизни Ильича был установлен памятник этому гениальному мыслителю. Но первоначально он стоял на другом месте, где-то между современной Карамзинской библиотекой и дворцом бракосочетания. Скульптор Сергей Меркуров, тот самый, который позже снял посмертную маску Ильича, образ Карла Маркса сделал весьма идейно. Карл Маркс, как атлант, держит на плечах черную глыбу, мрак и хаос отживающего прошлого и устремляется усилием мысли вперед, светлое будущее. Наискосок от памятника Карлу Марксу можно увидеть легендарный памятник Ленину на одноименной площади, установленный в 1939 году. Это один из лучших памятников вождю пролетариата в нашей стране. Ленинский мемориал становится конечным пунктом большой экскурсионной программы под названием Ульяновско-Красный маршрут. Это уникальный памятник советской эпохи. Не просто музей Ленина, а событийное отображение русской истории столетней давности. Масштабы его впечатляют. Его открытие состоялось в апреле 1970 года, столетию со дня рождения Ленина. В советское время его посещало до 20-30 тысяч человек в день. Кроме жителей нашей страны, в мемориале побывали гости из ста зарубежных стран. Именно экспозиция музея Ленинский мемориал позволяет отследить те политические процессы, которые происходили на протяжении не одного десятка лет в нашей стране. И наглядно продемонстрирует нам, как именно они оказали влияние на историю, в том числе и нашего города Симбирска-Ульяновска. Во время экскурсии экскурсовод отметил отличительную историческую и, можно сказать, мистическую особенность Симбирска. Ну и, конечно, хотелось бы отметить, прежде всего, что китайских туристов привлекают такие фигуры, которые связаны с нашим краем, как Ленин и Керенск. Это действительно и удивительно, что в 1917 году два человека из нашего небольшого городка для того времени фактически оказались у руля колоссальных процессов, которые происходили в тот период в нашей стране. Это февральская революция, это октябрьская революция. Ну и, как мы сегодня знаем, сегодня все это вместе входит в общее понятие. Появилась новая историческая дефиниция – Великая Российская революция. На рубиновой карте «Триумфальное шествие советской власти» выполнены из того же рубинового стекла, что и кремлевские звезды можно посмотреть, как распространялась новая власть по стране. Бронзовая фигура Ильича с броневика указывает верный путь на построение первого в мире социалистического государства. Ошеломляет мозаичное панно – освобождение Симбирска железной дивизии. Это память о событиях в 1918 году, когда сводная Симбирская дивизия под командованием Гая с боями взяла Симбирск и освободила город от белых. Грандиозное панно «Триптих» занимает на стене 48 метров. Если внимательно всматриваться, мы прочитаем слова из телеграммы красных бойцов Ленину, а с другой стороны – ответ Ильича. Эта переписка велась в 1918 году, когда в Поволжье шли ожесточенные бои. Нельзя не отметить экспозицию с гербами и флагами всех 16 союзных республик. В витрине под стеклом в папках лежат папки с текстами гимнов. Центральной составляющей всей мемориальной экспозиции является торжественный зал высотой 17 метров. Его стены украшены золотой смальтой из 60 тысяч стекольных пластинок с прослойкой из тончайших листов золота. В центре стоит пятиметровая скульптура Ленина из белого уральского мрамора. По сути, этот центр – самое сердце Ленинского мемориала. В советское время в этом зале проходили все торжественные мероприятия, в том числе принятие в пионеры. И для нас кульминацией тура стала торжественная церемония принятия в пионеры. Было приятно вспомнить те незабываемые минуты. Хотите узнать больше о самом знаменитом нашем земляке и переместиться через три эпохи? Принимайте участие в туристической программе «Ульяновск. Красный маршрут». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова